Как говорится, здоровья за деньги не купишь, но президент Украины, видите, может пробежать больше 8 километров. Ну что для 42 лет довольно-таки хороший результат. Вот он был в командировке в Хмельницком, это город, областной центр в Украине. И его смартфон с этим пробежкой 8 километров 250 метров за 48 минут. И получается, что скорость была темп 5.49. Ну 5.49 это непонятно, то ли скорость средняя в километрах в час. Ну пробежать 42 года 8 километров, это довольно-таки хорошая физическая форма, я считаю. Не каждый может пробежать. Я, к примеру, столько не пробегу. Такое расстояние, ну я старше Зеленского, к примеру, на 5 лет. Ну, любит он больше плавания, что нагрузки на хребет нет, в отличие от бега. Зато от бега, он говорит, есть чувство внутренней энергии. Очень советует всем. И можно бегать по чуть-чуть. И вопрос даже не в скорости и не в темпе, а только во времени. Хотя бы 30 минут. Главное не убивать себя. Вот так вот он сказал. Ну тут я согласен с чем? Что я удивляюсь некоторым людям, которые бегают на износ. Вот бежит там 10 километров. Я говорю, ну зачем столько бегать? Организм-то имеет свой ресурс. И если ты не на природном питании, а питаешься, ну, вареной, жареной пищей, то нельзя делать такое над организмом большое усилие. Ну тут он рассказал, что на завтрак любит яйца, яичницу. И сейчас у него будет яичница с смаженным перцем. Обычный перец жарится и заливается яйцами. Еще может быть авокадо или какие-то овощи, которые есть в наличии. Ну, зарядка, все. Так что берите в этом вопросе пример. А так обычно черный чай, хлеб с маслом, сыром и чай лучше с лимоном без сахара. Вот так вот он рекомендует. Ну и очень кофе все-таки он любит. 12-14 чашек кофе в день с сахаром. Американо, эспрессо. Но сейчас он пишет, что меньше пьет кофе. Ну, такие у них посиделки у чиновников. Главное, чтобы о людях не забывали. Народ все ждет, надеется. И все-таки интересно, ему яйца дают на пищу домашнее или магазинные с птицефабрик с антибиотиками. То, что в кормах курицы едят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова